До Международного дня семьи примирковали и еще одно важное мероприемство. Сегодня у Республиканским науково-практичным Центры радиационной медицины и экологии человека отбился круглый стол, на котором специалисты обмирковали у тимлику и новые перспективные методы контроля женского здоровья. Например, тут реализуют совместный с итальянцами проект, благодаря которому женщины репродуктивного возраста проходят скрининговые обследования на выявление схильности до онкологии. Подробности у Марины Джалой. В проект включены некоторые районы Гомельщина, так же Новобелецкие районы Гомеля, набиты 14 тысяч специальных тестов. Они помогут выявить вирус попелом человека, за которого у женщин могут развиваться пионные онкологические заболевания. В справе идет о браке шейки матки, который вызывает вирус попелом человека высокой онкогенной риски. Обследование, которое для женщин, according to условия проекта, будет бесплатным, пройдут в Жихарке Новобелеце, так же Добрушского, Ветковского, Чашерского и Хойницкого районов. Если есть вирус попелом человека 16-18 типа, то вероятность возникновения рака очень сильно повышается. Поэтому тестирование, проведение исследования методом жидкостной цитологии с параллельным определением вируса попелома 16-18 типа, который является этиологией возникновения раковых образований, естественно выполняются у нас в течение, ну как правило, 3-4 дня, чуть дольше выполняется 16-18 типа, но где-то через неделю у женщины будет ответ о результатах ее исследования. Отповедный договор РНПЦ заключил с итальянским ротари-клубом. Первый этап включал стажировку специалистов центра у итальянской клиницы, другие – поставку четырех кальпаскопов и закупку самих тестов. Зараза ключная стадо – непосредный в выконаниях этих тестов. Захворываемость на рак шейки матки и смиротность Адьяго Беларуси лишится высокую поравнанье с европейскими краинами. Наприклад, у Италии скриннинг на выявление рака шейки матки проводится усим женщинам. Пап-тест предусматривает обследование и может выявлять болезнь на первой фазе, выявлять на клеточном уровне, то есть появление раковых клеток. Раше не развивать социально важный проект принимало Министерство охоты здоровья Беларуси. Зараз скриннинговые доследования проводятся по четырех накерунках. Яны тычутся попередживания альбораннега выявлений онкологичных захворваньев, яке можно эффективно и относно худко лечить. Лена Богдан, член президиума Беларусского союза женщин, працуе у Министерства охоты здоровья. Яна отказывает за все акции мероприемствы союза женщин, накерованное на захование здоровья беларусов. Скрининг онкологических заболеваний является одним из основных направлений по раннему выявлению онкологической патологии в системе здравоохранения. Мы сегодня говорим о четырех видах скрининга. Первый – это скрининг предстательной железы, рака предстательной железы, скрининг улоректального рака, скрининг рака шейки матки и скрининг рака молочной железы. Доказано, что при раннем выявлении первая и вторая стадия вот этих вот локализаций отнаблюдается наибольший процент излечиваемости и наибольший процент выживаемости при этом раке. Здоровая женщина – это здоровые дети и здоровая нация. Распоусюдживать информацию об женочем здоровье, сучастных методах контроля и профилактики смиротно-небеспечных захворонев – одна из миссий союза женщин. Самое ценное, что у нас есть – это наше здоровье. Очень важно его сохранять. А женское здоровье, здоровая женщина, здоровая нация – это важно вдвойне. Здоровые женщины будут рожать, будут рождаемость, будут хорошие семьи. Проект охопливает женщин во взрослых от 18 до 55 годов. Термин реализации – три года. В будущем его планируют расповсюдить на иншие районы у Гомельской области.